Брещани до сих пор помнят недавний платежный коллапс, когда предприятие Белтелеком перестало принимать оплату за услуги сотовой связи и интернет. Эта мера была связана с государственной программой по увеличению количества безналичных платежей, как итог, неразбериха, указ и огромные очереди. Однако справедливости ради стоит отметить, что услугами платежных терминалов люди стали пользоваться охотнее. Сегодня Белтелеком вернулся к прежнему режиму работы. Более того, предлагает более широкий спектр способов заплатить за радость использование всемирной паутины или телефона. В нашей сети продаются карты экспресс-оплаты, которые предназначены для оплаты услуг связи, в частности, за интернет и за интерактивное телевидение зала. Такие карты продаются в нашей торговой сети. Они так и называются, карты экспресс-оплаты зала. Бывают номиналом 20 тысяч рублей и бывают номиналом 35 тысяч рублей. Я бы рекомендовал еще один способ оплаты за телефонные разговоры. Он, во-первых, и существенно будет дешевле, если клиент пользуется особенным международными звонками. Вот такие карты продаются в нашей торговой сети. Продает их и также Белпочта. Это сервисная телефонная карта, которая дает право осуществлять звонки практически с любого телефона проводной связи в любую страну мира. Но при этом тарифы будут гораздо дешевле. И это предоплаченный вызов, который позволяет клиенту вот именно таким образом осуществлять свои звонки за рубеж. Тот, кто с техникой до сих пор на вы, может прийти в пункт оплаты Белтелекома и заплатить за услуги связи и интернет по старинке наличкой. Кстати, там же можно пополнить счет Байфлай, воспользовавшись услугами платежных терминалов или инфокиосков. Что особенно приятно, переплата исключена. Комиссия на данных современных устройствах в офисах Белтелекома не взимается. Чего, увы, не скажешь о других терминалах в городе. Порой именно нежелание отдавать свои кровные за пополнение того или иного счета отбивает у людей охоту пользоваться чудом электронной мысли. В этом случае на помощь плательщикам приходят платежно-справочные терминалы в отделениях Белпочты, благодаря которым можно безвозмездно произвести любые виды оплат, тем более, что процесс абсолютно не сложен. Давайте сами проплатим, что бы вы хотели. Интернет, байфлайл у вас, да? Смотрите, сразу нажимаете ерундущик, байфлайл, вводите номер договора, подтверждаем, что готово. Высвечиваются все ваши данные для того, чтобы вы смогли проверить. Сумму подтверждаем, нажимаем продолжить. И здесь у нас загорелся индикатор зеленым цветом, то есть мы можем вставить карточку, либо проплатить наличными купюрами. Комиссия снимается? Нет, комиссия не берется, деньги доходят быстро обычно. Но если мобильные телефоны, то клиент, если оплачивает несколько услуг, пока он оплачивает другую услугу, уже появляются деньги на телефоне. Сегодня в Брестской области установлено порядка 50 почтово-справочных терминалов. Коммунальные платежи, погашение кредитов, оплата за пользование интернетом, получение информации о почтовых отправлениях. Это далеко не весь перечень услуг, которым может воспользоваться каждый желающий. Как показывает практика, этот метод оплаты очень удобный. Более того, экономит драгоценное время. Стоит лишь тянуться. Как часто вы пользуетесь платежными терминалами? Ну, несколько раз в месяц. Коммунальные. Вы считаете, что это удобно? Конечно. Без очереди. И быстро. Для тебя это удобно? Да, это очень удобно. Удобнее, наверное, чем стоять в очереди, правда ведь? Конечно, экономит время. По словам работников почты, установка симпатичных голубых ящиков сыграла большую роль в сокращении очередей в кассы. И действительно, век высоких технологий диктует свои правила. Правила, надо отметить, весьма удобные. Ведь освоив несколько нехитрых действий, можно впредь не нервничать, стоя в очереди. Благодаря инновационным подходам безналичного расчета, в золотом законе современности главное везде успеть будет гораздо меньше исключений.